Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края Спустя 6 лет в Чите открыли мусоросортировочный завод Запуск которого планировался еще в 2013 году Строительство на протяжении всех этих лет было на грани срыва И постоянно требовались деньги на достройку и запуск Для города это огромное и очень значимое событие Потому что это первый мусоросортировочный завод у нас в городе Такого не было никогда Это означает то, что у нас мусор теперь будет не просто вывозиться на свалки И где-то потом он будет ветром разгонять И эти пакеты у нас будут лететь на город Нет, теперь мусор будет сортироваться Мусор будет сортироваться у нас по группам То есть отдельно пластик, отдельно стекло Отдельно картон, отдельно бумага, гофра, тары Это все будет по отдельности Затрачено 330 миллионов 100 миллионов выделила администрация городского округа города Чита Это у нас чисто работа и возведение здания А 230 миллионов было получено по лизингу От нашего партнера, от банка, который постоянно сопровождает нас Промстройбанк, здесь находится их директор Хотел бы это тоже их работа Выделили 230 миллионов и это оборудование было закуплено на 230 миллионов То есть оборудование испанское, зарубежное Монтировали его, приезжали испанцы Потому что мы не могли никого другого запустить Потому что это оборудование находится у нас под гарантией Гарантия несколько лет на это оборудование Договор на строительство мусоросортировочного завода Между администрацией Читы и ЗАО Национальный экологический промышленный альянс Был заключен еще в феврале 2007 года Потом о заводе замолчали И только в 2010 году была начата разработка проектной смертной документации И утверждена инвестиционная программа По развитию системы коммунальной инфраструктуры Забайкалспецтранс на 2010-2016 годы Одним из основных мероприятий программы Было строительство мусоросортировочного завода и полигона ТБО В июле 2011 года Чита заказала новое испанское оборудование Для прессования мусора 20 сентября 2012 года Пресс-служба городской думы сообщила Что смертная стоимость строительства объекта Составляет 111,5 миллиона рублей Из них на 11 миллионов рублей Забайкалспецтранс в период реализации программы Выполнил весь необходимый объем работ Однако направляемых на эти цели средств было недостаточно Забайкалспецтранс был не в состоянии Самостоятельно профинансировать строительство объекта Так как приобрел дорогостоящие оборудования За счет заемных средств И выполнял долговые обязательства Программой по строительству мусоросортировочного завода Было предусмотрено выделение 50 миллионов рублей из федерального бюджета И 60 миллионов из регионального Однако в 2012 году Средства на реализацию проекта Из краевого бюджета не выделялись Уже тогда были подведены все сети Возведен фундамент Приобретено новое оборудование Но на достройку денег не хватало И в 2013 году мэрия взяла ссуды У краевого бюджета 60 миллионов рублей И запланировала сдать завод В 2014 году выяснилось Что снова не хватает денег Не хватает еще 40 миллионов рублей При том, что здание было построено Чуть позже Гордума поддерживает мэрию И решает выделить 15 миллионов Чтобы подготовить здание К приезду испанских специалистов Которые будут заниматься монтажом оборудования Еще спустя месяц выяснилось Что завершение строительства Мусоросортировочного завода в Чите Оказалось под угрозой срыва Из-за небросовестной работы директора ООО «Забайкал-спецтранс» Вячеслава Колычева Пусть они связаны со строительством завода Тогда в апреле исполняющим обязанности Директора «Забайкал-спецтранса» Был назначен Антон Пономаренко Которому в стодневный срок Было поручено запустить мусоросортировочный завод В принципе, Антон Пономаренко С поставленной задачей справился И уже сейчас мусоросортировочный завод Пусть и в тестовом режиме, но запущен Для работников сделаны очень хорошие условия Они кратно выше, чем для офиса То есть у нас есть комната отдыха Комната приема пищи Раздевалки, душевые Сразу как бы отдельно разведены Мужская, женские, душевые То есть созданы все условия, чтобы люди могли Не только трудиться, но и комфортно провести время Во время рабочего процесса Смены организованы по 12 часов Кто в среднем человек может заработать Как бы до 1000 рублей за свою рабочую смену И понятно, от интенсивности труда зависит Кто заработает больше, кто меньше То есть, как мы видим, вот сегодня уже идет сортировка На каком-то этапе где-то больше мусора, где-то меньше И, соответственно, кто больше вторсырья выберет У того и будет выше зарплата Работники соревнуются как между собой Так и между сменами Ориентировочно 15 смен по 12 часов Знаешь, зарплата в среднем где-то 15 тысяч в месяц В планах у администрации города Строительство и перерабатывающего завода А уже сейчас был заключен первый договор На поставку картона на мусоросортировочный завод От местной компании Александра Леонтьева, Илья Татауров Специально для Забинфору Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...